Дмитрий, вы удовлетворены итогами круглого стола? Разговор получился? Вы знаете, это, наверное, уже даже не сотый круглый стол, на котором мы присутствуем. Здесь есть такой момент, что между элитами всегда несложно договариваться. Но дерутся не элиты, а улицы. И когда эти круглые столы взяли в моду после резонансных преступлений, ну, например, состоялась Манежная площадь, и прошло 10 столов, и 20 фестивалей дружбы, песни и пляжки. Но это не имеет отношения, собственно, к этой докладе, потому что я уже 10 лет встречаюсь на всех площадках с одними и теми же людьми. Мы задаем одни и те же вопросы и получаем одни и те же ответы. Так вот, единственное, что на этом круглом столе мне было интересно, я это получил. Что представитель Таджикистана заявил, что он готов добиваться введения визового режима с Таджикистаном. То есть здесь мы полностью совпадаем, я это зафиксировал, и будем по этой области работать. То есть здесь интересы русских националистов и такжистских представителей полностью совпадают. А все остальное, ну, доводы, игра, статистика и так далее, ну, идут годы, и что, ну, все одно и то же, то есть ничего не меняется. Вы знаете, я тут недавно разговаривал с одним бизнесменом, так он мне сказал, что ему сейчас на стройку необходимо много рабочих. И он столкнулся с такой проблемой, что парни и мужики из Рязани работать не хотят. А вот местные русские, да, которых он тоже пытается набрать, они говорят, да нам не нужно зарплату в 100 тысяч, там, в 80 тысяч. Мы лучше здесь охранниками за отрицатник поработаем. Как вы это прокомментируете? Вы знаете, ну, все очень просто. Ведь все, что у нас сейчас в стране есть, это наша целенаправленная политика. То, что якобы вот русские не хотят работать, ну, это все миф. Ну, как же мы до этого работали? Ведь у нас в Советском Союзе и дворники были русские, да? И 7 миллионов безработицы официально сейчас декларируемой. Работали люди же как-нибудь. А то, что это все коррупционный сектор, ну, например, в коммунальное хозяйство русскому устроиться практически невозможно. Конечно, там легче иметь дело со старшими от Диаспор, которые там могут завести любое количество людей. По смете он будет получать 40 тысяч, а на руки 15. То есть мы же все это понимаем и знаем. Мы понимаем, что русского нельзя затолкнуть в вагончик, не плодить ему пенсионные отчисления, медицинские льготы не давать. Конечно, там это выходцы с Киргизии могут там 40 человек жить на узком пространстве. Вот у меня, например, в мусоропроводе один умудряется жить, я не знаю как. То есть он там ночует. То есть, конечно, с коренным населением это не пройдет. Нужно очень много как бы тратить и средства, и льготы платить. Потому что здесь, отработав там одну, как бы три месяца сезон, он может весь оставшийся год там жить. То есть в неплохом статусе у себя. Здесь же русский так не может. Ему надо круглогодично, получается, в таких условиях. Должен находиться. Почему-то покупательная способность денег в Москве несравнима с покупательной способностью Киргизстана. Киргизстана, где зарплата в тысячу рублей считается хорошей зарплатой для взрослого человека. Там полторы тысячи сом. Как вы относитесь к идее введения визового режима между Россией и Средней Азией? Мы будем настаивать, в первую очередь, не слово визов, а достоинства людей. Значит, уважение к людьми. А когда это все изучали, анализировали между Россией и Таджикистан, спасение того же, возвращать людей, лицо их, надо введение визового режима. Надо его делать красиво, как делают американцы. Вывод войска заранее объявляет. За пять лет мы готовим рабочие места, сможем готовить. Можем будет облегчение получения гражданства. Дети получат многие здесь. Может, дети, которые сегодня требуют России, приехали с семьями, остались, учились, они получают видное жительство. Практически легализация граждан начнется. И уважение друг к другу начнется. А человек, который там болеет, у нас на родине, приезжает сюда, потому что граница открыта. Если была граница закрыта, ему дали справку, требовали. А когда справка выдается, пускай совместно с Россией. Если я в Россию иду, пускай сидят врачи с Россией, в Таджикистане, совместно с таджикскими врачами. Если я в Англии лечу, тогда пускай врачи с Англии лечутся. Поэтому здесь есть, говорит о том, что будущее, то, что мы хотим сегодня, чтобы не было безобразия. Это рабство, которое мы сегодня видели, все видели. Люди еще заинтересованы, спрашивают, а сколько граждан находятся в России? А задавать, а сколько граждан в подвалах находятся? Вот тогда будет интересно, 95% населения, которые прибывшие здесь, из общества, доехали в Таджикистане, они находятся в чужих инвесторах, не российских, они народные хозяйства не поднимают. Они находятся в самих страшных местах, где даже там невозможно держать собаку сегодня. Они находятся там. У всех хозяева, не животные, а люди, они едут на различных джипах, на различных, допустим, охранник, соответственно, полностью. И с утра до вечера они проводят дискуссию, проводят они органы в России, и не исключая с Кремлем даже в этом вопросе. У нас достаточно есть хорошая база. База, в чем хорошо у нас, мы сегодня будем с вами это сидеть, если это заинтересована российская наша страна. Что люди больше остались в России. Если осталось у нас в Верхах и в Таджикистане и в России, хотя бы человеческое достоинство руководства нашего. Пока я не замечаю, пока я не замечаю, поэтому последующий, хотим, не хотим, это вызов будет. Не надо Россию претендовать, допустим, как держава в мире, потому что держава в мире, это американцы, мы знаем. Они диктуют сегодня нашу Россию, держа в мире, сегодня маленькая страна в мире, это Израиль. Они диктуют сегодня весь арабский мир. Поэтому если мы говорим сегодня, что полтора миллиона евреев уехали после распада Советского Союза, ну, два миллиона возвратились в Россию. Почему? Потому что открываются чиновничьи места, и российский народ остался без работ. Выехали назад и с тремя гражданствами, английскими, российскими и израильскими. А такого не позволим трудовым мигранам, которые с одним гражданством бегают, постоянно в обезьянке находятся, а дорогу евреи, англичане, русские убирают, не хотят. Убирают киргиз, узбек, таджик. Поэтому надо к ним с уважением относиться. А может быть, русских просто лишили рабочих мест? Вот есть такое мнение? Нет, абсолютно. В России ни одного человека безработного нет. И не будет. Те, которые сейчас миллионы, говорят господин Путин, они никогда не будут работать. Потому что у них есть дедушка, у них есть бабушка, у них есть по три квартиры, они сдают мигрантам, потом деньги забирают дедушку и бабушку, отдают своей внучонку. В это время 23 года мигрант здесь, а ему было 3 года, сейчас 26. А зачем им работать? Надо приучиться в детстве работать. А уже поздно. Поэтому в России ни одного человека не найдут, который хочет желание, если у него работать. И не будет работать. Хорошая пенсия, правильно, в России? Польшая пенсия. Пожалуйста, страховку тебе дадут медицинские, иди лечись. В конце концов, аналоги тебе бесплатно отдадут. Это у мигранта не отдаются, правильно же? Все есть для России. Поэтому здесь безработием вообще нет. Это все вранье, и что их места будут занимать. Да хоть 100 тысяч рублей отдал, он все равно дорогу не будет убирать. А теперь вопрос такой. Как вы относитесь к идее Владимира Путина раздавать российские паспорта гражданам из Средней Азии? Никогда этого не будет. Путин, это хороший человек, он талантливый, авторитет в мире. Но этого никогда не будет. Потому что подпишет и государственные думы, а сроки и коррупция внутри останется. Это коррупциональная система, которая как разрушает на работу. Если он не будет никогда, то зачем он сейчас об этом говорит? Все будут говорить сейчас по дому. Потому что мы как будто показываем, мы работаем. Все надо сохранять, надо Россию. Пока еще есть возможность сохранять Россию хотя бы те же военные базы на территории Средней Азии. Уже практически все куплено. Люди приходят президентом, они же раздают страну, правильно же? Екатерина, допустим, Аляску отдал, правильно? Шварнадзе хотел там, правильно, давать? Это были исторические факты. А сегодня что у нас? Самое главное, что сегодняшние мигранты не решат судьбу Россию. Не решат, потому что их слишком мало. Их 25 миллионов, спросил Путин, правильно же? Давайте отдадим 25 миллионов, хотя бы 50, 12,5 миллионов, отдадим гражданство. А я помог бы, что 3 миллиона граждан Таджикистана получили гражданство в России. Надо открывать единый банк. Банк надо миграции открывать. То есть человек не перевел деньги там, называемые различные банки, а напрямую сразу. И там получил он деньги. А как вы прокомментируете то, что очень многие уверены, что мигранты поддерживают коррупцию в России, коррупционных чиновников? Ну, смешно было сказать, что больной человек в психушке, да, он является врачом. Ну, никогда не станет врач, если он психически больной, правильно же? Ну, не допустим его. Как можно мигрант в системе коррупции? Это надо иметь оружие. Надо иметь достаточно количество больших оружия. Например, я вам просто приведу пример. Например, допустим, устраивается дворником на бумаге 40 тысяч, а получает он 15. Остальное уходит чиновникам. Как вы это прокомментируете? Ну, это реально сегодня. Мы видим, что кто-то диктует сверху, и понятно, кто диктует. Федеральный мигрант, сегодня служба сегодня. Господин Ромодоноский лучше, чем меня, считался владеет. Что, он не знает, что в России с 15 миллионов мигрантов, он на 1 миллион 400 тысяч отдает разрешение на работу. А остальные что, преступники, что ли? Не могут себя легализовать. А мигрант потом через 3 месяца уезжает, кормит наших славян на Украине, чтобы пересекать границу, отдать еще по 5 тысяч рублей, чтобы потом поставить 5 час, чтобы он легально возвращается назад. Потом приезжает сюда, обратно ему отдает 3 тысячи и делает регистрацию. Разве не жалко этих людей? А разве не жалко наших российских граждан? Зачем украинцам на таможен платить? Лучше сразу в банк перейти полторы тысячи рублей каждый месяц. Тысячи вам дали, говорите, мало. 15 миллионов платите ежедневно. Умножайте по тысяче рублей. То есть измечественно. Это 15 миллионов. Это практически половина бюджета России. А как можно добиться введения визового режима? Каким образом? Я еще говорю, мы должны быть люди цивилизованные. Если мы видим на 2 шага вперед, что будет завтра, тогда эта виза будет нормальная. Если мы видим, что мы можем сразу махать шашкой, это плохо. Мы ведем к тому, что цивилизованный виз. Сколько лет нужно для этого? Минимум для Таджикистана 3 года. Даже максимум можно говорить 3 года. Начинаем сегодняшний день работать все. Владимир, вы довольны итогами круглого стола? Скорее да, чем нет. Конечно же, у участников этого круглого стола разные позиции. Это обусловлено тем, что мы, русские граждане России, являемся хозяевами своей страны. И мы принимающая страна. А представители диаспор, Таджикистан, Азербайджан, которые сегодня принимали участие в этой беседе, это гости, которые желают въехать в эту страну. Причем гости подчас не всегда званные. Это определяет разную позицию. У нас разные интересы. А как же не званные? Как же не званные? Вот Владимир Путин собирается вообще раздавать паспорта российские гражданам, выходцам из Средней Азии, как бывшим согражданам по СССР? Надо сказать, что на этом круглом столе присутствовала еще и третья сторона. Ампиловые и коммунисты. Их можно было бы назвать пятой колонной, штрейхбрейхеры. Они как раз и отражают позицию Владимира Владимировича Путина. В этом отношении очень тесно смыкаются с коммунистами и с советской властью. Они говорят примерно следующее. Ну что, Россия для всех на самом деле во всем виновата проклятая ЦРУ, которая развалила страну. А наша задача – собрать всех в единую массу и вести среди мусульманского населения просветительскую работу, внедрение туда идей марксизма. И тогда получится новая, старая общность – советский народ. Что на это можно сказать? Советский народ ушел в прошлое. Подули исторические ветры, этот колосс на глиняных ногах рассыпался. Нет такой общности советский народ. Русские есть, таджики есть. Вот нам надо решать проблему взаимоотношения русских и таджиков. Вот нам надо проблему взаимоотношения русских и чеченцев. Проблема взаимоотношения русских и китайцев. У них есть свои дома, у нас есть свой дом. Нам необходимо устанавливать здесь свои порядки. Идея же о том, чтобы раздать всем паспорта и завести сюда граждан вместо русских, я прошу прощения, это не решает никакой проблемы русского народа. Если мне в квартиру поселят двух таджиков и скажут, ну вот это тебе для увеличения семьи, я буду категорически против. У меня своя семья, я хочу в своем доме жить самостоятельно, без такой нагрузки из дружеского кишлака. Ну а если другая задача, если у Владимира Путина, например, задача просто дальше оставаться у власти, ведь это его электорат. Владимир Владимирович Путин страдает полным отсутствием идеологии как таковой. В отсутствии своих идей он пытается схватиться за старое, давно уже протухшее прошлое. Он пытается реализовать идею Советского Союза на территории России. Но это объективно невозможно. Если в Российской империи в свое время проживало 47% русских, а остальные были представители другой национальности, это была действительно полиэтническая империя. В Советском Союзе примерно одна треть, даже больше, около половины, были представители других наций, а русских было примерно 60%. То сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. 80%, даже больше, в России это русские. Россия объективно движется в сторону русского национально-демократического государства. Это невозможно никак предотвратить, как восход солнца. Нельзя приказать солнцу не подниматься, оно все равно поднимется. Россия будет русским национальным демократическим государством. Спорить с этим, это все равно, что плевать против ветра. Слюны у Путина явно не хватит на это. А как заставить власть все-таки ввести визовый режим? Политическая воля – это постоянство, осмысленность и неутомимость. Надо постоянно выражать свои требования по этому поводу. И жизнь сама, волей и неволей, заставит власти принимать рациональные поступки. Потому что, ежели визы не будет введены, ну что мы получим? Мы получим рост криминалитета в России, усиление этнических преступных группировок, усиление наркотрафика, увеличение количества гибели людей от наркотиков. А главное, мы получим обострение межнациональных конфликтов, которые неизбежны на расстоянии их в этой ситуации. Поймите, проблема миграции не в том, что мигрантам нехорошо. Проблема в том, что их много. Их много, и это порождает проблемы. И никак нельзя объявить, что это там на самом деле не таджики, это какой-то там советский народ, это какие-то друзья к нам приехали. Жизнь на самом деле все расставляет по своим углам. Это не друзья приехали, это приехали люди, которые хотят воспринимать нашу землю, нашу территорию в основном через желудок. Они решают свои экономические жизненные проблемы. У нас с ним антагонистические отношения. Мы хотим, чтобы эта земля была наша, а они хотят жить за наш счет. Нет, так дело не пойдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok